всем привет в эфире Dicamon цель этого видео познакомить вас с дистрибутивами linux на своем канале я решил выпускать обзоры дистрибутивов linux чтобы показать что деступные решения linux они ничем не хуже не наступают ubuntu на данный момент и macOS ну и как раз для зрителей возможность будет самим увидеть стоит переходить не стоит пробовать именно стоит систему операционную систему linux можно поставить как и параллельную пользоваться и одновременно windows и linux на счет macOS не знаю возможно если у вас есть macOS он незачем linux потому что вместо macOS поставить я linux я начну обзор с дистрибутива ubuntu на данный момент вы видите на своих экранах ubuntu 22.04 это версия ubuntu бета версия она запланированный релиз сейчас она активно тестируется бета версия поэтому я не рекомендую ее ставить на данный момент на свои компьютеры я также себе не поставил это просто виртуальная машина где я загрузился даже в лифт режиме кстати это классное преимущество дистрибутивов linux что можно загрузиться в лифт режиме попробовать какая система прежде чем установить ее и только потом когда ты уже поймешь нужна она тебе или нет можно ее себе загрузить на диск так вот я начну с классической ubuntu обзор потом продолжу есть разные вариации ну что имеется ввиду дистрибутив 1 но у него разное рабочее окружение в данный момент по стандарту ubuntu приоритет отдает gnome рабочему окружению это gnome 42 с некоторыми доработками не в чистом виде так сказать разработчики ubuntu в него добавляют свое что-то свои особенности к примеру этот док панель боковая это характерно только для ubuntu кому-то она удобно окажется кому-то не очень кто-то привык внизу ее размещать ubuntu размещает ее сбоку но ее также можно менять и и это а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я думаю, он загрузится... О, гличет... Здесь необходимое нам приложение... Есть по категориям можно выбрать... Можно просто найти то, что вам нужно... И он долго ищет... Отлично... Он нам выдал... Такие вот запросы... Среди которых не был хрома... Молодец, конечно... Вот есть хромный вот такой браузер... Как здесь видим, это веб-браузер... То же самое, что и хром... Только это open-source версия... Хром... То есть его код открыт... Если хром закрыт, то его код открыт... Он ничем не уступает... Ну, его интерфейс... Ну, его интерфейс... Такой же самый... Просто значок отключается... То есть здесь можно... Останавливать всякие такие... Можно вот... Офис для Linux... А то капец версии... Просто не... Несплатно... Ну, лицензию уже у Microsoft... Покупаем... Кому нужен есть Viber... Есть WhatsApp... Несколько версий... Кому необходимо... Дискорд есть... Тиктока, скорее всего, нет... Ну, посмотрим... Есть... Дон Вау... Заврущик... Видео из ТикТок... Такое интересное... И даже можно... Посмотреть фотки... Что это за программкой... Такое... Интересное... Разработчик... Такое... 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 Вроде не работает... Такое... 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 Магазин... Приложений... То... Что вам нужно... Там... Текстовые... Редакторы... Которым вы пользуетесь... Текстовые... Вот здесь одна есть WireGuard и UserSpace, это для Open, для VPN программка. На моем канале есть видео, как настроить этот WireGuard на сервере, потом используя эту клиентскую программку, подключается к VPN через свой собственный сервер, не кому-то отдавать данные через свой сервер пользоваться, это очень удобно, кстати. Единственный минус такого, программа вся бесплатная, за сервер нужно платить свой и самому его уже обслуживать. Если есть платная VPN, то там уже. Хорошо, перейдем тогда к меню, меню уже не таким образом нажимаем. Обзорный такой режим. Сейчас угном вот такая тема. Единственное, что мне нравится в этом меню, оно все в перешков. Видите, здесь и не поделено по категориям. Разный там, кто длинный список. Трансмичный, это торрент клиент, ситингс настройки, это подключение к серверу, удаленный рабочий стол. Что у нас тут еще? Видеокалькулятор. К чему, зачем? Есть такие вот папочки, обратите внимание. Открываем. Появляются дополнительные. Image Viewer. Давайте зайдем в ситингс. Как зайти в ситингс попасть? Нажимаем сюда в трейд. Нажимаем. Такие настройки. Настройки дисплея. Звука. Питание. Здесь для ноутбуков можно установить распределение энергии батареи, как балансирование, либо суперсохранность. Принтер можно подключать, добавлять, без проблем устанавливаются драйвера сейчас, если особенно вы Gipson'ом пользуетесь. Color. Устанавливаем языки. Русский язык поддерживается, русский интерфейс 100%. Я пользовался. Можно юзеров добавлять. Устанавливать программу по умолчанию. Аккаунт. Вот, что я вам говорил, можно добавить. Google Аккаунт, Microsoft Аккаунт, Microsoft Exchange, ну и тому подобное. Здесь программы, в принципе, уведомления, если вам нужно какие-то отключить у программ. Смотрите. Теперь выгляд нашей Ubuntu можно менять. Можно выбрать темную тему. Потом выбрать акцент цвета. Кстати, раньше использовался цвет акцентированный такой. И на видение цвет был похожий, только немножко приглушенный. А сейчас обратите внимание, просто серенький. Слегка серенький. Даже если мы светлую тему выделим. Выберем. Нам перейдет, я беру внимание. Он слегка серенький. Убрали это. А был такого же цвета на видение. Только немножко его приглушали. Картина здесь, как всегда, очень мало. Кстати, в бета-версии немного добавил. Но можно всегда добавить. Вот такая вот Ubuntu. Вот так вот и сменили мы свой на обои. Ну, конечно, на любителя. В принципе, красивый гном. Обзорный режим тоже неплохой такой. Можно использовать. Вот так вот можно открывать даже программы. Перетаскиваю на рабочий стол. Только почему-то она открылась на этом. Я на этом перетаскиваю. Еще раз попробуем. Давайте другую. Вот. Нажимаем. Закрываем. Вот эта кнопка активирует такой обзорный режим у нас. Здесь мы можем переходить к концу по рабочим столам. Можно фиксировать количество рабочих столов. Здесь стоит автоматическое добавление. То есть, если вам необходима система сама поймет, нужно вам или не нужно. Нажимаем сюда. Входим в меню. Опять же. Открываем калькулятор. Можем так открыть. Можем опять же делать это вот таким вот образом. Потом таким вот образом. Добавляется и добавляется разный. Одна программка не открылась. Не хочет, да? Вот она открылась. Если мы нажимаем, она и здесь появляется. Ну, с такими небольшими багами работаем. Здесь команда, которая активирует эту команду. Вот эта команда помогает нам переходить. То есть, можно так переходить, нажимая сюда вбок. А можно здесь по этим миниатюрным столам. Ну, все это на любителя. И все же открытые программы, они находятся здесь. Как мы видим на этой док-станции. Док-панель. Нажимая сюда, она нас перебрасывает на нужный рабочий стол. Вот такая Ubuntu. Кому нравится, устанавливайте. Только дождитесь релиза. Не устанавливайте бета-версию. Вы можете себе установить уже. Есть 21.10 Ubuntu. А потом обновиться, когда выйдет релиз этой Ubuntu. Это Ubuntu с долгосрочной поддержкой. LTS еще ее называют. Здесь, видите, написано Ubuntu. 22.04 LTS. Это означает, что она будет поддерживаться до 5 лет. Обновление безопасности будет приходить. А может быть, даже и больше. В общем, вот так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...